Вы спрашиваете, что это такое нарисовало? Непонятное и может быть красивое древо жизни нашей. Это на самом деле клетки нашего организма. Вот такой вот маленький участок. К ним подходят артерии, по которым сечет кровь, богатая праздными элементами, насыщенным кислородом. Она их питает. Соответственно, большие магистрали делятся на маленькие артерии, там артериолы, переходят капилляры. Капилляры, если это, переходят в капилляры вен, потом венулы, более крупные такие уже, венозные портовки. И большие венозные вены кровь гонят обратно к сердцу. Такой вот у нас круговой ворот. Кровь есть, да? Но вот что я тут не нарисовал еще? Как думаете, что еще не хватает в этой системе? В этой системе не хватает еще одних маленьких вот таких вот капилляров, которые объединяются в некоторое русло, более толстые потом вот русла. Это ремфосистема наша. В нем капилляры в ремфопротоки уходят, да? Дело в том, что многие даже в учебных, медицинских институтах об этом как-то не уделяют внимания. К врачу, когда вы придете, он тоже про это мало говорит. А на самом деле это колоссальная наша очистительная система организма, которая надана природой. И мы, как правило, ей не уделяем внимания. Вообще, в частности, люди не уделяют внимания. Тем более, вроде кажется, которые должны быть специалистами с этой областью, связанными. Они тоже про это мало рассказывают людям, пациентам. По сути, это, с другой стороны, называется белая река жизни нашей. С помощью этой реки, с помощью этой лимфы практически мы очищаем весь организм. Много проникает в него всевозможных инвазивных структур. Это и грибковые какие-то образования, и биологические молекулы, и всевозможные микроглистов, маневообразные, есть такие настолько мелкие у них, допустим, яйца, которые легко проходят сквозь стенки кровеносных сосудов кишечника и распространяются по всему организму. Все это высасывает из организма только лимфа. Она, в общем-то, для этого нам предназначена. Но, как я уже говорил, если кровь в теле человека качает сердце, то лимфу не качает, ну, что-то говоря, никто, только массажист. Поэтому людям, еще раз говорю, что обязательно нужно ходить на массаж. Потому что сами себе лимфу прокачивать, ну, можно, да, но это достаточно сложно, этим просто, ну, как-то не заморачиваться, не задумываться почему-то об этом. В итоге проблемы у человека колоссальные. С возрастом появляются всевозможные папилломы, появляются эти пигментные пятна на коже, какой-то лишай, какие-то там угри, прыщи и так далее. Это все процесс, возникающий из-за засорения лимфа сосудов. И дальше там появляются лимфа сосуды. Все вот эти вот вредные вещества, которые впитываются из мисклеточного расстояния. Видите, между клеточками нарисовано какой-то промежуточек, да, у нас. Здесь находится что в этом промежутке? Знаете, вы же не занимаетесь массажем. Ну, а где? Между клеточками что находится? Леточки. Между, между, между. Жидкость? Между ними находится, да, жидкость, так называемая межклеточная жидкость. А. Межклеточная вода, да. Где как раз вот и вплотятся все вот эти вот бактерии, вирусы и так далее, да. Кроме того, там же находятся продукты распада клеток. В день у человека около миллиона клеток умирает. Они распадаются. Их тоже надо как-то вытягивать из организма, высасывать, да. Все это подводится к лимфоузлам. К лимфоузлам могут быть и элипсовидной формы, и шаровидной, и фасолеобразной, и какой-то там вообще клевой формы, вот такой, да. Но они вообще могут быть самого разного размера. Как правило, они вот где-то размером от одного миллиметра до сантиметров, даже до двух сантиметров, может быть, лимфоузлам. Представляете, вот такой, поэтому его легко нащупать. Но мы часто, вот, может быть, видели, мама там нащупает, вот здесь. Да, они воспалены, да. Тотально воспалены, да, они наиболее крупные. Почему они не воспаляются? Потому что те вот эти вот бактерии, да, которые здесь появляются, они сюда попадают по, как правило, 4-5 там подходов, протоков, да, подходят, а отводится 1-2 от них. То есть подходит больше, а отводится 1-2. Они там убиваются. Там идет процесс уничтожения вот этих вот врагов нашего организма, так называемых. Это обязательно нужно делать, потому что клетки, вот находясь в этой среде, да, в межклеточной жидкости, у них вот эта жидкость межклеточная, она с одной стороны и для них как ресторан, а с другой стороны и как унитаз. То есть все зависит от того, насколько здесь вот эта жидкость напитана либо полезными, либо вредными токсическими веществами. Соответственно, полезные это идут через кровь, да, а если мы вредные не отводим, то идет засорение организма, зашлакованность. Те же самые вот всякие отечности ног, да, например, любой врач, он там, ну или вот такой, например, профессиональный человек скажет, о, у тебя почки больные, да, не в почках дело, дело, а на самом деле в лимфе. Это лимфоузлы паховой области, они засорены, они перегружены, они уже не справляются с этой работой, поэтому идет отек ног. Так же самое идет отек рук, если потовые железы наши, да, слабо работают. Отек лица везет, если лимфоузлы засорены вот на черепе, на шее, да, вот здесь вот. Ну, лимфоузлы, они концентрируются где? Мы уже с вами говорили, да. Во-первых, это, ну, это практически вот на всех сгибах, да, маленькие есть такие вот локации этих узлов. И самые крупные, вот уже начиная с подколенной чашечки, в паховой зоне, очень большие, подношечная зона, там просто огромная такая локализация их. И вот вдоль ушей, да, по вот этой кивательной мышце, они опускаются вот туда, в подключичную зону. Дальше подключиться, вот за вот этой косточкой нашей, да, подключиться уже грудиной, за грудиной, находится огромный такой резервуар, где скапливается эта лимфа и убивает все вот эти вот вредоносные вещества у нас в организме. Далее они расползаются опять по телу, либо к кишкам, сбросили в кишках, либо к другим лимфоузлам, к потовым железам. Вообще система какая? Лимфа всегда идет, течет, вернее, только снизу вверх. Только от ног выше, да, поднимается. Опять же гравитация, опять же наше прямохождение, сидение. Мы просто сидим только вот в этих подках, да, пережимания сосуды лимфатические, и у нас опять идет застоль в ногах. То есть вся наша образь нашей жизни, он связан с тем, что мы практически мы всегда забиваем эти лимфатические сосуды. Ну, я, конечно, немножко утрировал, что только массажист их может почиститься, да. В основном лимфа течет за счет сократительной деятельности мышц. То есть мышцы сокращаются во время ходьбы, например, да, икра работает, она их немножко сокращает и проталкивает эту лимфу. Если кровь течет достаточно быстро по организму, ну, на сколько, 60 ударов в минуту, да, сердце в среднем, это значит, что сердце выбрасывает кровь артериальная, она практически должна за каждый этот удар дойти до каждого кончика нашего пальчика, да, организма. А лимфа обратно, ну, венозная кровь обратно, медленно течет, это понятно. А лимфа течет против гравитации очень медленно, со скоростью, ну, примерно 1-2 см в минуту. Представляете, это очень медленное течение. Поэтому, когда мы будем сейчас делать массаж ног, мы его будем делать именно в качестве лимфодернашного достаточно медленно. Когда я вам показывал шею, вот эти вот все движения вибрационные, они тоже делаются достаточно медленно. Сами лимфоузлы, как вы знаете, массировать нельзя, да, но это не значит, что до них нельзя дотрагиваться. Их нельзя пережимать. Потому что вы его пережмете, там пойдут вот эти процессы необратимые, он начнет опухать и раздуваться. Он раздуваться вот тут вот просто ему навредить. Оставить вот каким-нибудь таким большим. А просто вот пальцем провести по нему, как бы немножко активизировать, да, в сторону лимфотока, вполне можно. То есть, поглаживаем в этих областях достаточно приемлемо, как вот этот лимфоканал на самом деле выглядит. Он выглядит вот из таких, как бы, члеников состоит. Членистоногое животное, да. Если течет лимфа снизу вверх, да, по нему. Они, то есть, такого беловатого-сиреневатого оттенка, вот эти вот светы лимфоканалы, поэтому белая кровь жизни называется, белая река жизни, то здесь у них есть клапаны, которые пропускают только вверх, да, чтобы вниз не спускалось. Если идет какое-то засорение в каком-то членнике в одном, да, то, соответственно, клапан уже плохо работает, проходимость слабая. От этого, собственно, и отечность, от этого и раздуваются наши, там, конечности. Ну, плюс к тому же еще мышечная жидкость не выводится, да. И как результат, вот мы говорили, после лимфатического массажа, лимфатические вот эти вот, где бываются чехлы, да, вот аппаратная эта система, она прокачивает так, что, ну, ты говорил, нога худеет, да? Почему? Мешечная жидкость из нее прежде всего выходит. Человек может побежать в туалет сразу же после массажа, такое бывает. Он может побежать и по маленькому, и по большому даже может побежать. Это будет больно, потому что когда мы начинаем движение вот с этой стороны, да, нам же пробить надо вот эти пробки. Конечно, вот когда они пробиваются, это все такая достаточно болезненная система. То есть в тех местах будет у нас болезнь. Будьте к этому готовы. Где идет забитый, забитый димфоканал. Вот опять же, по поводу, чтобы вы понимали, чистки организма, ну, во-первых, корень солодки помогает чистить, да. Во-вторых, есть такое средство, энтеросгель, ну, или любые сорбенты, которые можно купить в апсеке, да, они в кишках адсорбируют вот эти вот убитые там бактерии, продукты распада и так далее, как бы притягивают и просто это скалом все выводится из организма. Если, вот мы берем, ну, такое понятие, что снизу идет лимфа, да, она где-то должна вот это сбрасывать, продукты нашего, нашей жизнедеятельности, да. Она их сбрасывает через что? Первое. Через железы, пота. Потеем, да? То есть потеть, на самом деле, полезно, потому что это чистка организма. Всякая сауна, баня, это все очень полезно. Разжижается вот эта вот в саунах межклеточная жидкость, она, кстати, может быть в двух фазах, либо гелеобразная, то есть такая густая, да, либо более жидкая. Вот я помню, там некоторые говорят, надо пить больше воды, чтобы у тебя разжижалась кровь. Врачи-то говорят, на самом деле, ну как кровь может разжижаться, вода же не поступает в кровь напрямую. Но вода поступает сюда, здесь разжижается и с лимфа выводится. То есть, в принципе, это правильно, что надо пить воду где-то литр-полтора в день. Именно чистой воды. Я не могу. По чуть-чуть, полтора литра в день можно спокойно выпить. И, как ни странно, даже будете худеть от этого. Вместо того, что-то наполняться, вы будете худеть, потому что лимфоканалы будут более жидкие, пропускная способность будет больше. Вторая система очистки, где у нас идет? Через толстый кишечник. Вы можете найти их в своих пособиях, посмотреть. В общем, откуда выходит продукт расплавлен? Да. Тоже про это мало кто говорит. Вот тут, как бы, рентгенам удалось впервые заснять лимфоканалы и лимфоузлы, где они находятся у тела человека, где они аккумулируются, концентрируются, видите? А вот это анатомический такой экспонат, где видно, как они с головы стекают эти лимфо. Лимфоотоки, видите, концентрируются на вот этой мышце вдоль нее и уходят туда под грудину. А это вот показано уже не мелко, ну, на компьютере я вам это все вышлю, через ваши, оставались ваши лимфы, вышли. Это вот кишечник, да? И в кишечнике видите, какое количество узлов, апатических узлов. Об этом тоже мало кто знает, сброс идет именно в кишечник, вот эта всякая гадость. Поэтому запоры, они очень глины, это же все токсично. Если все застаивается, то токсины выходят наружу, а они сбрасываться не могут, у человека то запоры, то лимфозы засорены, то еще что-то, да? Поэтому, как следствие, все выходит через кожу, в виде попилом, сыпи, экземы, все вот эти кожные заболевания, они, ну практически на 80% именно изолимфы происходят. Темные пятна под глазами, круги, вот эта излишняя мокрота, во-первых, на половых слизистых ополочках, во-вторых, слино-отделение, в-третьих, когда мы спим, у некоторых бывает потеет голова. Ни у взрослого, ни у ребенка голова не должна потеть. Если голова потеет во время сна, это уже даже у ребенка должно. Вот у меня есть ребенок, один-два года ему примерно, полтора года, у него потеет голова, это сразу уже в этом возрасте говорит о том, что засорена физиологическая система. Представляете? А если в комнате душно, тоже может потеть голова? Ну там все, 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 иногда голова потеет, потому что волосы, как бы, то, что отделение идет, сольная жирность. Ну, вы там просто уже вот так, уже заметите, что если действительно душно, да, если закрыты все форточки, и он непрерывно прикасается с какой-то плотной поверхностью, особенно, если подушка такая, ну, плотная, да, то это просто уже по естественной причине начинает потеть. Во время массажа часто закладывают нос. Ну, знакомо, да, эта ситуация. это тоже говорит о том, что пошла работать наша выделительная система и через нос вот такое идет оттопное. Это не сопли. Это вот именно сброс вот этих вот эмпатических наших жидкостей. Опять же, идет через уши, через, ну, в виде серы, да, через глаза, когда у нас слезливость повышенная, или когда вот утром мы посыпаемся, такой, знаете, такой желтый песочек бывает. остатки этой лимфы. Если мы не позволяем, да, вот на этом уровне, на втором шаге, про второй уровень говорить, то оно выходит не через то место, через какое должно быть. Далее огромное лимфовое отделение идет через подмышечные наши впадины, подмышечные вот эти вот потовые железы, да. Если мы из, а мы как люди, что делаем? Везде подвигаемся рекламе. Антипеспирант такой, антипеспирант такой, действие на 24 часов, уже на 5 дней здесь действие, уже на 7 дней есть воздействие. Это что мы делаем? Мы просто закупориваем наши потовые железы, да, и сбросов нету. Лимфа не сбрасывается через пот. Соответственно, это мы опять вредим и токсически медленно отравляем в свой собственный организм. Те же самые средства, вот выше поднимаемся, через нос вот идет, вместе с соплями, так называемыми, да. Сопли, как заметили, они тоже меняют, если что-то болеет, они меняют свою консистенцию и цвет. Зиноватый, желтоватый, бывает, да. Это все тоже причина почему лейкоциты начинают действовать, они начинают бактерии. Сопли, это как защитная система организма, чтобы бактерии не проникали глубже в человека. Понимаете, поэтому сопли нужны. А если мы их попрыскали, если мы их удалили, сняли температуру, сняли жар, мы что сделали? Мы только убрали симптомы, не убрав первопричину. В итоге вот эта загрязненная среда всей человеку продолжает жить и она к этому аукнется. Может, через год, может, накопится, может, через пять лет, может, еще как-то. Посмотрите, вот пенсионер пожилых людей, у них очень у многих кожа желтоватая оттенка бывает. Кожа имеет специфический запах такой, может быть, видят. Это от чего? Токсическое отравление организма уже не ведет к нормальному потуизбавлению. Это вот все опять же вопрос отрезы садения. Поэтому мы массажисты, мы должны грамотно доносить людям то, что ну, практически это по-другому человек не занимаются люди, ленивые, не спортом не занимаются, ни ноги вверх ногами не кладут, ни разу в течение дня не переворачиваются. Это вообще очень важно. Переворачивание вверх ногами в день хотя бы один раз, хотя бы на 2-3 минуты обязательно должен делать каждый. Это идет стимулирование лимфостической системы, лимфоканалов. И, кстати, генозной системы тоже. Даже был такой прикол, когда вот все мы знаем, что ковбои, ну, киношный стереотип, кладут ноги на стол. Почему они это делают? Знаете, это все придумка киношная, голливудская, не гораздо в жизни на самом деле исторически ковбои не клали ноги на стол. Почему? Ковбои это слово корова, мальчик, мальчик пасущих коровок. Понимаете, это же это. Но они же пастухи в грязных сапогах. То лошадей, то коров пасут. Какой у них грязный на стол кладет. Это же вообще его непротяжимо. Но, когда пошли вот эти фильмы вестерны в 20-х годах, да, в них стали встраивать такие сценки. Почему? Потому что Генри Форд к тому времени уже придумал конвейерное производство. Люди стояли целыми днями в узы конвейеров и работали стоя. Массово в Америке стали жаловаться на отечность ног, боли в суставах, в ногах. А как же всех в санаторий не отправишь? Собрали консилиум медиков, обсуждали, обсуждали, что сделать. И в итоге решили такую социальную программу развить, мотивировать людей через фильмы класть ноги на стол. На стол это значит на уровне сердца хотя бы. Чтобы был хотя бы отток с ног в этой лимфы, да, или венозный крови. И в итоге появился такой образ, ковбой с ногами на столе. В каком-то Советском Союзе у нас тоже были социальные заказы на фильме с Америкой. То же самое это произошло и в Америке. Поэтому даже когда мы сами себе делаем массаж, его надо делать только от конечностей и только вверх. От каждого пальчика мы идем вверх. Что мы сейчас и будем делать. Ну что, приступим тогда? Америку и вверх. Америку